Милостив, будь мне грешным, Боже, очисти мне грешную, без числа согрешил Господь, помилуй меня. Не просто каждому из нас отказаться от своей правды. Не просто нам увидеть правду другого человека и вместить ее в свое сердце, принять ее. И не осудить, не заунывать, не зароптать. Поэтому, конечно же, мы не ищем правды, а мы ищем любви Божией. Мы ищем помощи, просим помощи, потому что в нас живет грех, который будет всегда пытаться остановить нас, смутить и повернуть вспять, чтобы мы спрятались от Бога, от себя. Чтобы мы не поверили Слову Божию, а поверили тем мыслям, помыслам, которые приходят к нам, тем состояниям, которые, к сожалению, иногда терзают нас. Нужно отвергнуться себя и взять крест свой. И взять то, принять то, что ты имеешь, и поблагодарить Бога. И это, конечно же, превосходит наши силы, потому что всегда мы можем посмотреть по сторонам и увидеть, что, может быть, у кого-то что-то лучшее, что, может быть, нам что-то не додали, не дополучили мы что-то, что, может быть, действительно мы чего-то большего достойны. И тогда возникает уныние и ропот, тогда возникает осуждение и протест. И поэтому со всем этим нужно бороться. А для этого нужно бодрствовать, для этого нужно все время трезвиться, для этого нужно все время проверять, где Бог находится в той или иной ситуации, и не искать своего, а искать Божьего. А Бог пришел спасти грешника. И Он принес действительно тот мир, который должен войти в наши сердца, и тогда мы сможем победить этот греховный мир и победить себя, свое естество. Побеждается естество чин, да, мы слышим в церкви. И апостол говорит, не смужеский, полный женский, не раб, не свободный, не елен, не иудей, потому что все эти деления человеческие, а когда в человеке Бог, Он уже совершенно имеет другой статус. Поэтому помоги нам, Господи, трудиться и делать усилия, каждый раз приходя в храм, прикасаясь к таинствам Христовым, исповеди и причащению, без которых мы, конечно же, не устоим. Не устоим, потому что в себе мы этой силы, правды Божьей не найдем. И по сей сохраним возрасте.